Что должно измениться в городе в ближайшие пять лет в сфере образования, культуры и спорта? Депутаты рассмотрели основные аспекты стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Так в скором времени в Сарой будет открыт еще один детский сад. Для этого приспособят здание санатория «Солнышко». Там будут действовать от 4 до 6 групп. Строится школа около третьего КПП. Других пока не предвидится. По-прежнему остров в нашем городе стоит вопрос с педагогическими кадрами. Депутаты предложили разработать программы для привлечения специалистов в город. Вызывает опасения техническое состояние школ. Из 16 образовательных учреждений два находятся на капитальном ремонте. Несмотря на принимаемые меры, потому что каждый год выделяются деньги на то, на крышу, на что-то, весь состояние зданий и сооружений острым остается. Отдельные здания имеют степень изношения до 60%. В рамках программы «Спорт. Норма жизни» за пять лет планируют привлечь к занятиям физкультурой почти половину населения города. Но спортивные объекты пока не готовы принять такое количество человек. Необходима модернизация материально-технической базы существующих зданий. Также планируют создать школьные и студенческие спортклубы. Сфера молодежной политики тоже может измениться. В планах создание каворкинг-пространства и разработка системы поощрения активных волонтеров. Развивать на базе «Березка» событийный эколог-краведческий туризм в рамках реализации проекта «Дивеевский кластер». В «Березке» модернизация реконструкции инженерной инфраструктуры, строительство жилого корпуса на 150 человек, строительство лыжероллерной этой трассы. По линии Департамента культуры и искусства решен вопрос о строительстве в Сарове Центра культурного развития. Но по-прежнему остается актуальная проблема отсутствия малой сцены в драматическом театре. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.